Калитка на цепи, замок и злая собака. Из-за своей же ограды Юрию Черданцеву хода нет. Чтобы выйти на улицу, приходится сначала забраться на лестницу, потом на крышу и спуститься вниз по сугробу. По словам Юрия, все дело в соседке Галине Волковой. Уже 4 месяца она держит в страхе всю улицу, правый берег пруда. Считает, один из переулков вдоль дома Юрия принадлежит ей. И никто не имеет права на него ступать. Я выхожу, отгребаю снег. Она бегает с вилами, я тебя запарю, я тебя заколю. Попробуй сюда, только ногой заступи, я тебе воткну вилы. Я не знаю, я уже в страхе живу. Я не знаю, что от нее ожидать. Она неадекватная, может у нее шизофрения. Вдоль дома Юрия тянется сетка рабица. Так Галина Волкова изолировала все выходы из его ограды. Переулок женщина охраняет сурово. Говорят, в ход идут вилы, топор и даже куклы Вуду. Вот она сейчас кричит, что якобы я ей угрожаю ее взорвать, поджечь и все остальное. Ну, чушь полная. Росреестр провел экспертизу и выявил, что это проезд общего пользования и принадлежит он муниципалитету. Однако Галина Волкова с документами не согласна и с каждым днем лишь усиливает охрану участка. У них документы сейчас поданы на уголовные дела, на мошенничество. У них документы, фальсификация, у них неподлинные документы. Галина Волкова негодует. Говорит, налоги за эти 100 метров платит она. А значит и ходить тут будет тоже. Только она. На чьей стороне правда. И сможет ли Юрий снова без угрозы для жизни выходить из дома? Суд решит 4 марта. Анастасия Борисова, Роман Хайрулин. Новости. Лазит через дом, через окно.